Много лет назад наслаждение ночной оперы в исполнении Сесилиана было самым популярным развлечением жителей замка Аберлин. Каждый раз, когда выступал этот известный артист, в театре всегда был полный зал. Всех привлекала его неописуемая красота и талант. Однако аплодисменты и любовь людей не делали Сесилиана счастливым. Он был одним из демонов крови. Ему было трудно открыть свой разум людям. И чтобы вскрыть свою истинную личность, Сесилиан жил в замке, а Аберлин как артист и пытался утаить все способности и особенности, связанные с демонами крови. Он был великолепен, элегантен на сцене, окруженный тысячами людей. Но ночи Сесилиан проводил один. Одинокие дни продолжались, пока однажды Сесилиан мне показал незабываемое представление. Когда он подошел в центр сцены, чтобы поклониться, он увидел Кармилу. Их глаза встретились. И в одночасье две одинокие души влюбились. Здорово, здорово, дорогие друзья. Сегодня у нас новый гайд на Сесилиана. Многим интересен этот персонаж, поэтому сегодня мы его кратенько, но довольно-таки конструктивно разберем. Итак, первый навык Сесилиана это удар летучей мыши. Сесилиан направляет свою летучую мышь в определенную точку. Соответственно, куда она попадает, там и наносит урон. Также Сесилиан при попадании своим первым навыком во вражеского героя увеличивает свою скорость передвижения на одну секунду. И при попадании в крипов, либо во вражеского героя увеличивает запас своей маны на 8 единиц. Но также очень важно знать, то что при повторном использовании первого навыка, затрата маны Сесилиана постоянно удваивается. Так что будьте осторожны и расходуйте ману с умом. Второй навык. Кровавые когти. Сесилиан выпускает пару когтей, которые в зоне действия стягивают врага к центру. И также на небольшой отрезок времени его обездвиживают. Второй навык отлично подойдет для массового контроля. Но также в совокупности с первым навыком Сесилиана, он может нанести огромный урон. Ультимейт Сесилиана. Называется пир летучих мышей. Во время активации нашего ультимейта, высвобождается вся сила демона крови. Которая наносит довольно-таки значительный урон по вражескому герою. А также его замедляя. Также ультимативный навык во время попадания по вражескому герою вызывает вампиризм. То есть при каких условиях он может быть полезен. Ну, конечно он полезен во время тимфайтов. Также он может быть очень полезен во время того, когда мы пытаемся догнать вражеского противника. И также он может быть очень полезен тогда, когда мы пытаемся уйти от вражеского противника. Так как он добавляет нам еще и вампиризм. Мы успеваем отхилиться. И возможно на развороте добить вражеского героя. Ну а на этом разбор способностей Сесилиана окончен. Что бы хотелось еще добавить по этому персонажу. Это то, что это герой, на котором обязательно нужно всегда соблюдать дистанцию от вражеского героя. Это просто золотое правило игры на этом персонаже. В чем вы можете убедиться, смотря этот ролик. То есть вы видите, что дистанция соблюдается постоянно. Ну а на этом мы, пожалуй, будем подходить к концу. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Гайды здесь будут выходить довольно-таки часто. Так что не поскупитесь на свой лайк. Всем хорошего настроения и пока. Пока.